Васту сектора, сектора притока и сектора оттока. Привет! С вами канал ArtVastu и сегодня мы разберем с вами сектора по Васту. Что такое сектора притока и что такое сектора оттока. В прошлом видео я рассказывала, как построить Васту карту. Если вы ее еще не построили, перейдите туда. Здесь будет подсказка, также подсказка будет под видео. Перейдите, посмотрите сначала то видео. А сейчас мы еще раз с вами построим Васту карту. Вот у меня план. Я сама сегодня нарисовала. Я же художник, вы же помните. Я рисую на глазок. У меня может чуть-чуть съехать пропорции. Не стала сразу заранее рисовать, чтобы вы могли вспомнить, что мы делали в прошлом видео. Так, теперь мы подпишем. Смотрите, я взяла вообще такой несуществующий вариант квартиры, но не суть. У нас вот здесь будет север, здесь будет юг, соответственно, восток, запад. Северо-восток, юго-восток, юго-запад, северо-запад. Так, смотрите. Вот у меня дверь. Она попадает в северо-западный сектор. Вот окно у меня вот здесь. Оно попадает в северный сектор и в северо-восточный. Вот здесь у меня тоже есть одно окно. Оно попадает в северо-восточный сектор и в восточный. Я вам немножко не так подписала, как на той Васту карте. Я вам сейчас подпишу по-другому, чтобы точно не запутались. Северо-запад, юго-восток, юго-запад. Так, и средний у нас сектор Брахмастан. Так, смотрите. У нас есть энергия, которая заходит через стены. Параллельно полу она заходит через стены. Она заходит с направления северо-восток, север и восток. То есть она вот таким образом заходит через стены, вот так, в наше помещение. Именно поэтому мы хотели бы, чтобы у нас в этих секторах север-северо-восток, северо-восток-восток были окна или двери. Потому что через эти, собственно, проёмы в стене эта энергия попадает в помещение. Именно она проходит через стену. Дальше. У нас есть ещё один вид энергии, который заходит через Брахмастан. Он заходит через пол в точке, центральной точки Брахмастана. То есть если мы вот так диагонали проведём, то вот здесь, в самом, в центре Брахмастана возникнет точка. Она называется Брахмабинду. И в эту точку, в полу, будет входить энергия через пол. И она будет входить в этой точке и распределяться по часовой стрелке. Давайте я вам нарисую. И расходиться по часовой стрелке. Вот так. Вот. То есть вот эта энергия, она входит и вот так двигается. Параллельно полу, она входит через стены и вот так двигается. А вот эта энергия, она двигается из точки по центру и распространяется по помещению, по часовой стрелке. По спирали. Смотрите. Если у нас вариант, как здесь, то энергия вошла вот здесь через окна и вот так двигается сюда. Здесь она доходит до стен. В стенах нет окон. Смотрите, нет окон. Я не нарисовала. Энергия вошла и осталась эта энергия, чтобы вы могли двигаться этой именно энергией. Это наши возможности. Это наше здоровье. Это вот всё положительное, что только есть, это деньги. Это всё-всё-всё помещается в этом понятии энергии. Вот оно всё в дом вошло и осталось, потому что вот здесь стены. Второй источник энергии. Всё то же самое, только заходит он по-другому. Оно вот так вот в точечке вошло, вот так вот раскрутилось и осталось в помещении. А теперь давайте рассмотрим вариант, не такой красивый, а как обычно у нас в жизни бывает. Когда у нас вот здесь, вот здесь нет окон. Давайте я вам их закрашу. Окон нет. А здесь они есть. Например, вот здесь есть окно. И, например, есть окна вот здесь. Что тогда получается, что энергия ить, 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 она не может войти, ей тяжело, потому что здесь стены. Какое-то количество, конечно, её проникает, но оно очень-очень маленькое. Вот она еле-еле, значит, сюда, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык двигается. А здесь, хоп, и огромные окна. И она такая щух-щух-щух-щух. И вылетает. То есть здесь по чуть-чуть, идить-идить-идить-идить. Вы прям напрягаетесь, чтобы у вас было и здоровье, и финансы, и возможности. То есть вы прям впахиваете, как сумасшедший. чтобы вот эту маленькую-маленькую энергию сюда поместить, но при этом она заходит и тут же и стремительным потоком вылетает через окна, через вот эти окна. Вот я вам прям усилю цветом, что прям было понятно, потому что это самые-самые азы в асту, это важно понимать, это прям вот та база, на которой все-все совершенно на эту базу нанизывается как кирпичики, поэтому мы специально сегодня отдельном видео об этом всем разговариваем. Дальше, в брахмастан энергия заходит, если вот в этой точке ничего не стоит, нет тяжелой стены или кого-то тяжелого шкафа, какой-то тяжелой мебели, который эту точку прям перекрывает. Тогда энергия заходит, чуть-чуть раскручивается и этой энергией все помещение наполняет. Но опять же, вот она наполняет, наполняет, если вот здесь окна, то она тоже стремительно через них выходит. И получается, что мы остались как? Мы остались ни с чем. То есть нам тяжело живется, у нас могут быть там какие-то кредиты, мы никак не можем на них их выплатить, у нас могут быть все время в дом приходит ровно столько денег, чтобы мы выжили. Если чуть-чуть пришло больше, обязательно возникнет какой-то штраф или что-то такое, какая-то управляющая компания начислит вам платежей больше. То есть обязательно что-то возникнет, куда уйдет вот этот излишек денег, который вы чуть-чуть больше зарплаты себе заработали. Если у вас вот такая ситуация, обязательно посмотрите, у вас где-то вот в этих секторах будут у вас где-то окна. Теперь давайте мы прям закрасим и посмотрим, что же у нас называется секторами притока. Смотрите, вот у нас север, северо-восток и восток. Эти все три сектора являются секторами притока энергии, потому что вот через стену, через них, через все три вот так заходит энергия. Поэтому эти сектора мы называем сектора притока энергии. Я вам все красиво так рисую, чтобы вы визуально прям запомнили, потому что это прям важно. Вот эта картиночка, чтобы она перед у вас перед глазами была и чтобы вы прям ее визуально запомнили. Так, дальше бромостан у нас тоже является сектором притока. Он по-другому в него заходит энергия, но она тоже в него заходит, попадает. То есть это тоже приточный сектор. Так, я вам все красивенько закрашу. Вот, то есть вот эти вот четыре сектора у нас называются сектора притока, потому что через них заходит энергия. Теперь сектора оттока. Сектора оттока, это у нас запад, потому что из этих секторов как будто бы вытекает, как через решето все, что вошло в другие сектора. Итак, смотрите, запад, юго-запад и юг, это три сектора оттока энергии. А теперь давайте поговорим, что мы можем прямо сейчас улучшить из подручных нам средств. Что конкретно мы можем прямо сейчас сделать, чтобы наша жизнь была лучше. Я же не просто так вам все рассказываю. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо и чтобы денежки, деньги, здоровье, энергия и изобилие все к вам в дом приходило и оставалось. Наши самые первые моменты, и это понятно, что вы не можете прорубить окно. Но помимо окон вот здесь энергии может, ее проникновению может мешать мебель. Не может, а точно мешает. Если у вас вот в этих секторах стоит тяжелая мебель, темная мебель, загруженная мебель вещами, первое, что нужно сделать, это освободить эту мебель, расхламить ее максимально. То есть все, чем вы не пользуетесь, мы выносим, выкидываем, раздаем, продаем, неважно. Если все, что вы хотите оставить, вы стараетесь перенести вот в эти зоны. Также к этим зонам вот можно добавить вот эти две зоны. Они являются пограничными, они не относятся ни к притоку, ни к оттоку. Но если смотреть по важности, разгрузить вот эти сектора, то вот эти сектора в принципе можно, то есть если вы не можете никак вот сюда вещи перенести, но у вас вот эти сектора свободны, окей, тащите вот отсюда, вот сюда. В идеальной картине мира все, что у нас вот здесь стоит тяжелого, темного, и все, что можно передвинуть, мы несем вот в эти три сектора. Тем самым мы создаем полотину. Мы облегчаем вход энергии здесь за счет того, что мы предмет взяли и перенесли, но при этом мы строим здесь полотину, чтобы наше изобилие не вытекало. Это первый момент. Значит, мы переносим вещи из шкафов, если есть возможность, прямо сами шкафы переносим, мебель переносим. Если возможности нет, окей, в шкафах освобождаем, разгребаем место и где-то в шкафах у вас возникнут видео про расхламление. Я обязательно выведу сюда как подсказочку и под видео будет на него ссылка, потому что я там подробно рассказываю, как это на энергию влияет и какие классные вещи в вашей жизни запускает вот новые потоки энергии, как только вы капитально расхламились. Это прям очень мощный инструмент, я вам очень рекомендую. Значит, когда мы освободили частично шкафы, у них возникли пустоты, и даже несмотря на то, что у вас там шкаф стоит, вы все равно можете через полки, например, у него там было шесть полок и все завалены, но теперь у вас одна или две полки освободилась, одна, например, полностью, а другая наполовинку, и через эти полки вы прям почувствуете, как у вас энергия приточная будет лучше заходить. Это что касается мебели. Дальше, в секторе Брахмастан понятно, что здесь тоже может быть какая-то мебель. Самое важное у нас именно центральная точка, нужно ее освободить. Если вы никуда вот сюда сдвинуть не можете, хотя бы просто двигайте вот сюда в сторону оттока, хотя бы с этой точки. Если хотя бы не на точке будет стоять, хотя бы на 50 сантиметров вот в эту сторону подвиньте предмет, это уже вам даст, что энергия будет заходить хоть как-то. Раньше она вообще практически не заходила, теперь она будет лучше заходить. Вот и вот в этих вот секторах, соответственно, мы складываем все тяжелое вот отсюда. Вот. Сегодня у нас был такой как бы ликбез про приточные сектора и отточные. В следующих видео более точечные я буду рассказывать про разные моменты. Про зеркала, про освещение, про утяжеление. Я все буду разбивать на маленькие видео, чтобы вам было понятнее и проще ориентироваться. Надеюсь, это видео было для вас полезным, а с вами был канал ArtVastu и до новых встреч!